Я уже подлетаю к месту, где в последний раз был замечен этот DCP-173 скульптура. Посмотрите, это же реально он. О, черт, как он это делает, банда. Что творим, бро, меня зовут Царь Геонис. И, бро, сразу же, просто сразу же, бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду. Ведь, боди, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я, как вижу, бро, тебе с ней очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть с моей снайп-банде на ютубе. Эй, Суприм-банда, вы просто не поверите, что мне удалось узнать. Буквально сегодня ночью одна из онфонда DCP была взорвана. Из-за этого некоторые DCP-объекты смогли сбежать. И уже сегодня утром на свой дрон я заснял DCP-166, суку, подросток. То, что мне удалось снять, банда, это полная жесть. Советую вам посмотреть то видео. И мы даже не успели уехать с этого места, как уже узнали местонахождение DCP-173 скульптуры. Буквально за последний час в ТикТоке появилось больше сотни видео с этим DCP-объектом. И как оказалось, он находится в пяти километрах от нас. Мой дрон сможет долететь туда без помехи и заснять эту скульптуру. Именно поэтому, банда, давайте на это видео наберем 20 тысяч лайков. И тогда мы с Настей попытаемся проникнуть в этот фонд DCP. Вы только представьте, если у нас получится это сделать, мы уже узнаем все тайны этого фонда. Именно поэтому, бандит, скорее ставь лайк, а также, бро, подписывайся на мой инстаграм. Ведь в своем инстаграме, банда, я общаюсь со всеми вами. Подпишись на меня, напиши мне в директ и все, жди. Уже со всем скоро отвечу именно тебе. Так что, бандит, давай, все ссылки в описании, ставь лайк, а я тем временем запускаю дрон. Погнали! Итак, банда, надеюсь, вы готовы, потому что я уже подлетаю к месту, где в последний раз был замечен этот DCP-173 скульптура. Именно в этом селе его увидели в последний раз. И все те видео с тиктока были сняты именно здесь. Но где он сейчас, банда, я пока что не понимаю, потому что он может быть где угодно. Но все же, сегодня я настроен решительно, чтобы заснять его на свой дрон. Даже если мне придется облетать все это село, я реально это сделаю, потому что хочу его увидеть. И начну я, пожалуй, с этих ангаров, в которых он мог поселиться. Он мог даже убить хозяина в этих ангарах, чтобы просто там жить. Это реально очень опасный DCP-объект. Его класс в фонде это и клич, что означает особо опасный. Я бы очень не хотел с ним встретиться в реальной жизни. Тем более, ранее мы уже его призывали и чуть не погибли. Но все же, банда, я хочу вам напомнить про способности этого DCP-объекта. Его способность заключается в том, что он очень быстро передвигается. Буквально за то время, пока вы один раз моргнули, он может оказаться сзади вашей спины и просто сломать вам позвоночник. Это будет очень быстрая и не болючая смерть. Именно поэтому существует правило, при встрече с этим DCP-объектом ни в коем случае не моргать и не отворачиваться. Потому что можете очень быстро умереть. И я вижу каких-то коров, банда, это очень красиво. Но где пастух? С ними реально нету никакого человека. Неужели DCP-173 уже его убил? Это реально может быть так, банда. Мы специально решили не ехать в это село, потому что это слишком опасно. Этот DCP может понять, что мы за ним следим и просто телепортироваться назад нашей машины. Разбить наше стекло и сломать наши позвоночники. А мы явно банда этого не хотим. Мы хотим жить обычной жизнью. И я вижу какой-то лесок, на вид он довольно заброшен. Как будто здесь уже давно не ходили люди. В принципе, DCP-173 может прятаться где-то здесь. Но все же, банда, зачем ему прятаться? Он может за 2 секунды убить всех людей в этом селе. А за 10 секунд он может уничтожить целую страну. Это реально очень опасный SCP-объект. Но все же, банда, давайте продолжим его искать. Он точно должен быть где-то здесь. Итак, банда, я все-таки возвращаюсь обратно к этим ангарам. Потому что мне кажется, что он все-таки может жить где-то здесь. Он даже мог поселиться в этом маленьком здании. Хотя он также сам может жить в этих больших. Нужно всего лишь его искать. Для начала давайте исследуем это огромное здание около дороги. Потому что он реально может жить где-то здесь. И мне кажется, банда, или я там вижу какие-то окна. Мы сможем заглянуть в них и посмотреть, что там есть. Может быть, мы даже увидим SCP-173. Давайте как-то аккуратно спустимся. Здесь есть только какие-то закрытые ворота. К сожалению, банда, мы никак не сможем залететь внутрь. И окна эти слишком маленькие, будет трудно что-то рассмотреть. Да и вообще, банда, посмотрите, какие там заросли. Это слишком опасно для дрона. Он может просто во что-то врезаться, мы его потеряем. Давайте просто аккуратно пролетим сверху и посмотрим. Может быть, мы что-то увидим интересное. И вы только посмотрите, что я вижу. На огороде работает человек. Неужели он не знает, что в его селе находится настоящий монстр? Неужели здесь все еще никого не убили? Это очень странно. Из-за всех тех видео в тиктоке мне казалось, что SCP-173 скульптура уже убила многих людей. Тем более, в некоторых видео очень видно, что скульптура близко к человеку. На таком расстоянии она уже убивает. И вы посмотрите, в этом ангаре просто огромные окна. Мы сможем подлететь и посмотреть, что там. Но мой дрон почему-то не хочет туда лететь. Как будто там какая-то аномалия. Аномалия, неужели это все из-за этого SCP? И посмотрите, там какая-то машина. Неужели это машина хозяина этих ангаров? Ну куда же делся сам хозяин? Что если SCP-173 скульптура уже его убила? И теперь живет в этих ангарах, а машина просто стоит. Куда же тогда делся труп? Пока что я никаких трупов не видел. И с другой стороны, в этом здании тоже есть окна. Давайте попытаемся к ним подлететь. Но мой дрон снова не хочет этого делать. Что вообще происходит, банда? Это очень странно. Ну же, давай, дрон, подлетай, что с ним? Ладно, банда, давайте не будем здесь терять времени. Полетим к следующему ангару, который уже на виду очень старый. На вид это здание такое старое, как будто даже уже заброшенное. Хотя, банда, вы только посмотрите, там есть окна. Но, к сожалению, они полностью обросли деревьями. Мы ничего там не увидим. А еще, банда, я так подумал, что скульптура может прятаться в этих ангарах не из-за людей, а из-за фонда SCP, чтобы они снова его не поймали. Потому что я уверен, что скульптура точно недовольна всеми теми экспериментами, которые над ним ставили. Именно поэтому он просто скрывается. И вы только посмотрите, какое старое это здание. Просто жесть. Тем не менее, банда, где же скульптура? И вы посмотрите. Это же реально он, SCP-173. Мы все-таки его сняли. Он реально стоит на этом поле. Вы только посмотрите на него, банда, он реально существует. Это такая жесть. Мы все-таки сняли его. Я попытаюсь как-то аккуратно ближе подлететь, но вы только посмотрите. Какой же он страшный и огромный. Такая жесть. Я просто не могу поверить своим глазам. Это реально он. Давайте как-то аккуратно его облетим, чтобы посмотреть, что у него сзади. Это реально. Это скульптура, банда. Вы только посмотрите. У меня все-таки получилось его снять. И сзади я вроде бы ничего не вижу, только питон и все. Это такая жесть, банда. Я все еще не верю своим глазам. Это реальная скульптура. Надеюсь, вы за это уже поставили лайк. Мы все-таки смогли его найти. Вы только посмотрите, какое у него страшное лицо. Это лицо реально будет сниться мне в кошмарах. Но все же, банда, давайте попытаемся к нему подлететь максимально близко. Вы только посмотрите, какой он страшный. Сблизи вы видите это. Это такая жесть. Реальная скульптура. Он просто стоит, даже не двигается. Мне интересно, он вообще понимает, что около него летает трон. Или же он только чувствует людей. Тем не менее, банда, куда он делся, вы видели? Он просто исчез. Он только что перебежал на наших глазах. Вы видели, это банда. Но куда же он теперь делся, я не понимаю, где он. Куда он вообще мог так быстро убежать? На других полях я его пока что не вижу. Вы только посмотрите, банда, вот он стоит. Это такая жесть. Он просто за секунду перебежал, пока я моргал. Мне просто в это не верится. Банда, это все-таки реально изопискульптура. То есть эти видео с тиктока, это не фейк. Эта скульптура реально существует. Вы только посмотрите, он просто стоит. Я должен снова к нему как-то близко подлететь, чтобы он телепортировался. Давайте быстрее это сделаем, мне хочется это рассмотреть. Я хочу увидеть, как же все-таки он двигается. Возможно, у меня получится это сделать в замедленке. Итак, банда, вот я к нему подлетаю максимально аккуратно. Но здесь эти деревья, тяжело через них пролететь, и он снова исчез. Вы видите, это банда, он телепортировался. Но куда на этот раз он делся, я не понимаю. Где же он банда, он теперь может быть где угодно. Черт возьми, куда же он делся, я пытаюсь как-то аккуратно отлететь. О, черт, мне что-то мешает, я не могу лететь дальше. Как будто сзади что-то стоит, и вы только посмотрите. Это же скульптура, о господи. Это он телепортировался назад моего трона. Скорее всего, что он и хотел его уничтожить. Я думаю, что нам все-таки нужно выйти с машины и пойти к нему, чтобы видеть его в реальной жизни. Ты как думаешь? Ну не знаю, мне очень страшно. Да, это будет слишком опасно, но мы должны попробовать это сделать. Потому что я очень хочу видеть его собственными глазами, поэтому идем быстрее. Пошли. Господи, банда, мне просто не верится. Мы вышли на улицу, чтобы вживую увидеть эту сипискульптуру. И мне кажется, что я уже слышу наш дрон, он где-то здесь рядом. То есть мы на правильном пути. Вы только посмотрите, банда, я уже вижу нас, это же мы. О господи, то есть нам всего лишь нужно пройти прямо, мы придем к этой сипискульптуре. Я надеюсь, что он сегодня на нас не нападет и не убьет нас. Мы попытаемся где-то спрятаться в кустах. Хотя банда, мне уже кажется, что он смотрит прямо сейчас на нас. Неужели он знает, что мы идем к нему? О господи, возможно, он даже нас видит. Черт возьми, банда, нам срочно нужно где-то спрятаться в кустах. Господи, банда, вы только посмотрите, вот он, он прямо сейчас перед нам, и вы видите это. Это такая же реальная сипискульптура. Он реально существует, прямо сейчас его снимаем. Мне просто в это не верится, посмотрите, какой он огромный. И мне кажется, или он прямо сейчас смотрит на нас. Или же он просто смотрит в пустоту куда-то туда. Черт, банда, я так переживаю, надеюсь, он нам ничего не сделает. Тем не менее, это реальная сипискульптура. Посмотри, какая у него огромная голова. Еще на его лице что-то нарисовано, это такая жесть, банда, вы видите? Я просто все еще не могу в это поверить, что нам удалось его снять. Фонд из СИПи реально разрушен, и объект испекает прямо с тута. Да, я сниму. Вы только посмотрите, банда, реальная скульптура. Я попытаюсь как-то подойти ближе к нему. Черт, просто посмотрите на него, какой же он страшный. Я все еще не могу поверить, что мы реально его снимаем. Настя, он сзади тебя. О, черт, Настя, он сзади тебя. Не двигайся. Это просто жесть, вы видите, это он телепортировался. Старайся на него смотреть и не моргать. Такая жесть, банда, он реально прямо сейчас перед нами. Он перебежал. Нет, не платите, закрывай глаза. Нет, Настя, открой глаза, господи, он уже ближе. Не закрывай глаза, иди за там. Это такая жесть. Нужно срочно бежать в машине, иначе он нас просто убьет. Это реальная сипискульптура. Не закрывай глаза, смотри постоянно на него. Это такая жесть. Быстрее, бежим. Мне просто в это не верится, банда, вы видите его. Мы стараемся смотреть только на него, чтобы он на нас не напал. Окей, трон, снимай все это. Надеюсь, он больше не телепортируется. Просто мне в это не верится. О, черт, так он это делает, банда. Он уже сюда телепортировался. Нужно идти только задом, Настя, даже не моргай. Он очень быстрый. О, черт, нужно быстрее возвращаться в машину. Господи, банда, мы еле спешали. Я уже думал, что нам будет конец. Тем не менее, я его не вижу, куда он делся. Он просто исчез, банда, что происходит? Его нигде нету, на поле его нету. И даже в этом лесу его тоже не видно. Неужели он где-то телепортировался за нами? Сереж, за тебя. О, господи, это скульптура. Он пришел за нами, только посмотрите на него. Быстрее, Настя, заводи машину и уезжай, пока он не разломал стекло. Ну, хорошо. Это такая жесть, банда, вы видите? Да, я просто не могу в это поверить. Он реально здесь. Пока Настя заводит машину и спрячет от него немного. Тем не менее, банда, вот комната из прошлого видео. Просто вниз какие-нибудь шикарные, идеальны, комментарии. А, бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующий видео, всему лишь не нужно отпуститься ниже, нажать лайк, колокольчик и все в протяженном видео. Лайк, колокольчик, колокольчик, видео, бандиты, помни одно. Оставайся такой шикарным, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok